Еще вопрос такой есть В продолжении этой же темы Точнее этой же шумихи Еще параллельно идет другая шумиха В интернете сегодня Это по поводу Навального Навального посадили И он там сидит И что-то он болеет Что-то там с ним происходит И весь мир за этим следит Что его там вытащить надо Страны туда посылают запросы Вот вы сидели в тюрьме И вот вы читали вот эту информацию Подробно считаю Я уже наверное десятки роликов Как они там около тюрьмы Там приехали посторонние Как их забрали и то другое Это все режиссура из-за границы Чтобы ударить Путина За него как-то проголосовать Хоть кем-то заменить его Хоть Ксению Собчак выбрать президентом Подавала же она Ну до того смешно Приехали которые там врач А он идет как Вы ходить не можете Он вышагивает никаких даже Это вот стонет То что-то в спине Даже слышать это в безобразии Да тебя за это и взяли Ты нарушитель Вот я к врачам Ни разу не обращался там Стирать себя А там раз в неделю собирать Я не навал Пойдем подуш Я сам постираю И что интересно Тут клочки такое Село Ребричинского района Алтайского края Ну и по домам там и шли Выходит женщина Женщина выходит Лапкин Я говорю А ты кто? Да я же у вас там была этой костеляншей. Белье там раздавайте. Как сейчас помню, вы просто сами как-то стирали, никому не давали. Ну и вот встреча через эпоху, назвал журналист. Он узнал это, нашу встречу. Ну, она на кресте стоит, и нас сфотографировали. Представь, я заключенный, а она такая. Может быть, ее маленько даже тряхнуло однажды. Уже, я не знаю, там день прошел, что ли. Ульяновский Владимир, ну да, Владимир Александрович его звать, замполит. Ну, звание, наверное, капитана у него было. И он меня повел куда-то к начальнику или что. У меня в руках кружка взять надо было. А что такое? Смотри, она вся задымленная. Вот эта одежа называется дрова. И они там залезут под нары, под эти... Бывает иногда нара сплошняком идут. И там жгут, чтобы кружку-то раскипятить-то. Ну, и мне такую дали. Он вот так вот как размахнулся, как пульнул эту кружку вдоль коридора в тюрьме-то. И сразу вызвал, которая раздает там все. Ты маленько смотри, кто перед тобой стоит-то. И она мне сразу бегом, наверное, бежала. Новенькую кружку принесла. Вот я все это вспоминаю, когда... Там это ко мне такое отношение было. Больше я не знаю к кому. Начальник тюрьмы Соломин, ну, значит, Александр, кажется, Семенович. Он вызывал. Мы беседовали, неоднократно, полковник. Все интересовался вопросами будущего, войны с Китаем. И если нет, написано Михаил Мещиной в Библии такое. Ну, после, когда я освободился, мы не раз встречались где-то и перезванивались. И умер по-христиански, жена говорит. Он многое взял. И однажды, даже вопреки, так как со мной было опасно, значит, Московское КГБ курировало, так же никак. А мне надо было домой позвонить. Ну, и он подумал, посидел, это опасное дело. Ну, сейчас я сделаю так вот. Позвоню, я тебе трубку-то дам, как. И только успею еще сказать. Ну, я сказал только, что у меня валенки, сапоги. Не успел сказать-то. А надо, когда пружинит, а там пластина железная под подошвой заложена. Надо оторвать все, ее вынуть было бы. Но они у меня тут сделали так. Вот я когда-то все вспоминаю. А какой? Да кто тебе? Я кашлял, там, простыл, меня в холодильнике-то держали. Меня буквально подбрасывало, как мама на свидание пришла, в термосе принесла горящей воды. Ну, еще выздоровел. А это стонать и уходит. Навального 38 градусов. А сколько же должно быть? 38 градусов. А у него спина болит. Да откуда у него спина болит? Он дня не работает. Где-то он был-то. Там поминают. Это все оттуда прикормили они, хоть как Дворкина и безобразники где-то. Да как? Да никак. Вот я слышу, как он стонет и там что? Говорит. Я, ну, нехорошо, может быть, так. Но я не могу удержаться от улыбки. Думаю, ой-ой-ой. Может быть, он и хотел бы что-то по-другому. А ему давай, ты там болей. А мы врача будем. А тогда заключенные бунтовать будут. Тебе профессора, а нам нельзя. Денег нет. Я уже знаю за этим. Поэтому тюремное начальство, как отвечает, я-то знаю законы, все правильно. И с ним поступили, арестовали, все правильно. И что арест его был. Ну как? Как? Тебе дали задание какое? Ты должен выполнять. Ты записал, расписался, что будешь приходить, отмещаться. А когда посадили, там того-то оскорбил, там военного, там пенсионера, ну и проще такое. Это ему стали уже... Я только не понял, где у него была попытка к бегцу. Везде у него такая красная полоса, уже показали. Склонный по бегу. И вот, говорит, знаете, к нему приходят, каждый час будят его, сверяются, фотографируют. Ничего этого нету. Дошло дело, через два часа. Притом не будет. Он лежит. У них устав написан, они соблюдают склонный по бегу. А ну ночью как уйдет. Я ни разу не нашел, считаю, чтобы тюремное начальство, или власть, или прокуратура против Навального Алексея поступили неправильно. Нигде. Мне прокуратура и прочие, которые меня судили, я другие слова должен говорить. Но я не могу по-другому. Я христианин. Он здесь... Сколько он там выступал, где, какие слова, что он находил. И притом от него ничего нету. Таких людей, которые вот так... У нас тут был один депутат такой, Рыжков. Я их называю банной обмылки. У них ничего нету. Только пузыри пускать. И слово, что интересно, слово навал в Библии имеет только один смысл. Безумный. Безумный. Это когда стрижка была у него, он там своих-то всех угощал, стригалей-то. А Давид в это время то бегал от Саула и послал слуг своих. И он их отправил ни с чем. И Давид решил уничтожить. Ну, жена его там встретила. И потом она стала его женой. Какой там уж по счету. Так что Навал, Навальный, у него происхождение, говорящая фамилия еврейская. Безумный. Ничего другого нету. Зарядите сами, посмотрите. И там дается. И она, жена, ты знаешь его как звать? Навал. Что значит безумный? И все. Он соответствует своей фамилии. То, что он делает, он не видит, что там дальше будет. Любой правитель, который был бы до этого, до сегодняшнего, он бы загремел, говорит, без остатка. Я уж не говорю при Сталине. А это так. Сколько же его терпели. Ведь до этого у него было два уголовных дела. Он все эти дела, ну, то есть признан виновным был в суде. Дело по Киров лесу. Там связано с воровством, с большим количеством денег. И это единственный, наверное, человек в России. Его же жалели. Ну, его не могли никак посадить. У него было уголовное дело. За это там сколько-то лет, там, пять лет или семь. Но ему условное сделали. А потом второе уголовное дело было открыто. И тоже доказано все. И тоже условно. Это никогда в России такого не было, чтобы два раза условно друг на друга. Так вот, когда второй раз его уже сажать хотели, в Соединенных Штатов Америки приехала целая делегация и ходатайствовал за него, чтобы его не посадили. Все были подключены силой, его отпустили, дали второе условное. То, что никогда вообще такого в России не было. То есть у него в России, в России у него статус. Сегодня это даже не поминают. Защитники-то это не поминают ничего. Что отпустили его, что такое милость. Даже ни слова не говорят про это. Так у него в России статус был, статус. То есть вообще неподсудимый. Потому что его нельзя было посадить. И здесь его сейчас посадили, наконец-то. По сути. Никакой. Я смотрю на него. Ну, бывает даже выступает тогда против власти. Квачков говорил там. Полковник РУ. А вот этого ничего нигде нет. А мы за Квачковым все время молились, пока он там был. А за этого молитвы нет. Никак. Я другой раз думаю так. С умом только хватаюсь. И тут же через минуту меня как вышибает кто. То есть он не достоин. По всем статьям. Совести, писания, государственных законов. Он никто. Но он и прикормили там, выучили. Им главное, что создать какой-то фронт против главы государства. Вот больше ни для чего он не нужен. Ну и то, что его посадили по государственным и нравственно-моральным. Принципам. Это абсолютно правильно. Я прошел этот ГУЛАГ и знаю. Его там где-то держат. Ну, конечно, другие это условия пытаются создать. И у него друзей-то там не будет. Каждый день он утками, жаренными, с яблоками в животе кормить не будет. Когда Ефремова-то взяли, он там заказал там курицу, индейку. Артиста-то сколько с ним. Он задавил человека на машине. И тоже за него там ратовали. А что ратовали-то? Галкин, да, этот. Да. И уже, ну, как бы я видел фотографию, он как бы, Ефремов, раскаялся. Ну, я не знаю, раскаялся или нет. И епископ пришел и его причастил. Убийца прищищает. Убийца отлучен. Невольно, говорит. Ну, невольно, может, на 12 лет. Вольно, наверное, 18 лет. Так, вольно он напился и задавил. И как так? Как его могут миловать, когда надо, чтобы участвовал в этом помиловании тот, кого задавили? А за смерть, смерть. Закон везде. Это возьми в Таиланде, в Судане. У евреев в государстве была смерть за смерть, око за око. Так что тут не надо. Я наблюдаю за всем этим грешный человек. Ну, особенно вот этот он никакой. Смуту только наводить. И вокруг пляшут, там выступают. Я гляжу уже на лицо, как они говорят. И ничего этого нету. Им на этом они сами тоже горят. Ну, они подобно ему и есть. Чего бы они за него заступались. Я сидел за меня, ни один человек не заступался. Хотя письма были в письмах. Даже из ООН было, из Японии ходатайствовали обо мне. Что там написано, я не знаю. Ну, мне сказал политотдел в лагере. Вот, а вас такие письма пришли. Но они у нас хранятся. Я не знаю, то ли не отдали или даже не видал. Ну, вот и все. Еще можно сказать. Главное, жалуются там на все. И ноги заболели у него. И на тебя еще на курорт послали, что ли. Это правильно сказали. У меня тоже что-то где-то когда-то бывает. И я не на свободе, вот ни разу не освобождаюсь. Ну, обращался. Меня привезли в согнутом состоянии от тяжести. Три грыжи на позвоночнике. Ну, и тоже вышел сколько. Прошло время. Господь дал ложить мне. А это ничего нету у него. Ни операции нет. А его отравили. То другое. Притом, его отравили три раза. И никак не насмерть оказывается. Там целый фильм поставлен, где он доказывает, что его три раза отравили. Три. Один раз, точнее, его жену. Второй раз, ну, его. И третий раз еще раз его. То есть, и ни разу не смогли. Ну, что за бред? Надо с молитвой было бы, говорит, жить-то. Он видно нигде. Он к любому примкнет. Это по моим взглядам, я гляжу. Ему разницы никакой нету. И что посадили, это... А что государство должно делать, если он пренебрегает этими законами? Ну, вот такую же подобрали в Беларуси, Тихановскую. Почему они подбирают постоянно людей совершенно, я не знаю, ни на что не годно, как будто. Как будто специально, чтобы они что хочешь, то и говорили, что и что хочешь, то и делали. Ну, да как в Киеве когда было-то? Они боксера поставили, Виталия. Он вообще, у него голова отбита, это. И поставили не как-то, а мэром, главой администрации Киева, столицы. А почему? Ну, он боксер. Он заступался за новую власть, которая придет. Ну, и его не обманули. И смеются над ним, которые он говорит слова, предложение-то. Он не может даже предложение сказать. Ну, столько ударов в голову было. Мозги-то у него там каша. Он не знает как. Ну, сказали, секретарей будут... А бывает, иногда лично у него брать. И он такую галиматью гонит. Даже совсем человек ненормальный, больной. Ничего. Как Трампа спрашивает, а как вы готовились? Никак, говорит. Я знал, что надо рассмешить народ и сказать, все будет сделано. А ничего не делал, говорит. Он прямо признается. Ну, вот как вот вы относитесь к Трампу и вот к сегодняшнему президенту, который сегодня, Байдену? Есть ли вы видите какое-то различие между ними? Для вас есть какая-то разница? Никак. Во-первых, меня это не касается. Оба они... Ну, тут один назывался кальвинистом, вроде бы. Так, где-то под разными там этими... Все они разной религии. Еретики. Если брать по-религиозному. А остальное-то, что... Масоны их избрали. Дали ему программу. Как говорить? Он пешка в их руках. Ну, поездил, покрутился. В Китае был встретили. Ну, еще он за Ростону лягушек съест, что ли? Нет, конечно. Живот вздует. Мне... Просто я когда вижу, выступаю. Да, Трамп богатый. Перепродажей занимается. И везде здания Трампа. Аэроплот где-то там Трампа. Ну, хоть сколько Трампа. А у нас еще нету. Нету. И я сравнить ничем не могу его. Вот если бы он мне дал 10 миллионов-то, я бы сказал сразу, переведите на Игоря. Рублей. Вырвать из плена брата. Он не знает. Я этот долг чувствую, как будто я это должен. Я вот так. Я молюсь, и мне так вот дано это переживать. Плачьте с плачущими. Радуйтесь с радующимися. Я радовался этому комбайну. И скорбел то, что это в долг. Только за то, что брал кредит. 1 миллион 200 тысяч. Это ужас какой-то. Ну, это не меньше, как 15 процентов от стоимости. И государство все это разрешает. Грабительство. Вот где грабители-то. Это кормились. Он брал не на какие-то там колокольни-то. Хлеб убирать. То, с чем люди питаются. Тысячи людей питают. И в такое нуждение не одни. Кого-то тут арестовывали, показывали. Деньги дома были в разных местах. Вывозили на самосвале. То есть, речь идет о миллиардах. И дать нашему брату Игору ни один не додумается. Я в каждом день все это говорю. Вот объявление. Ни один не дает. Игнат Тихонович, а вот как вы относитесь к Северной Корее? Вообще правильно ли она себя ведет, ну, эта страна? Или вообще можно ли ее понять? Я понял, осколок Советского Союза, ад на земле. По-другому никак. Наличие телефона может караться смертью. Я бы там ни книги не издал, ни лагеря, ни деревни, ничего не было. Осколок. И вот я смотрю, как они говорят, когда он едет, они надрываются, скачут ладоши, хлопают. Там то другое. Советский Союз. Ким Ир Сен там, а то И, теперь И его фамилия-то имя, тоже Ким. Вот. Ну, копия. Они же отсюда все поднабрались. И атомное оружие у них где-то, где они там взяли его, тоже грозятся. Но что они хуже Южной Кореи-то, которая, допустим, если так взять-то? Ну, из Южной Кореи-то никто в Северную не перебежал. Как из советского, который, Берлин была часть советской, бежали туда, но оттуда ни одного не было, не помнят. Так и здесь сейчас. Речь идет о тысячах. Сотнях тысяч. В Америку уехали. А оттуда-то много ли? Вот этот один. Здесь Джаста Солкер и все. Там еще где-то один женился, коровник развел. Деньги-то были, он такой и перму отгрохал. Что спрашивать-то? Там свобода в этом вопросе. А здесь-то ничего нет. И вот, я считаю, которые в Корее были, ездили где-то, он что-то узнать, вот, где-то можно снимать. А так, ни за автобусы, ни где нельзя ничего снимать. Там отберут и посадят, и спрашивать не с кого будет. Туда только ссылать. Ссылать. Гонимые люди, за них молятся, вот приходят узники там Христовы, специальный журнал. Ну и что с ними там делают? И как в Китае там арестовывают, это же фильм поставлен. Больше не свободы, трудно придумать даже. И притом никакой веры-то нету. Нету памятник его деду, отцу, ну и ему. И как это внезапно рухнет. Там дядя был военный. Что он сказал против? Он сразу его казнил, говорит. А то, ну, это чисто, как у Сталина-то. Аллилуйя, которое родство было, всех под нож впустил. А Ким Ирсен-то это выдвижение Сталина. Так что ничего нету. Так сказать, от света адского пламени. Ну, спаси Христос, Агнат Тихонович. Ну, так. Я не политик, я просто молюсь. И, ну, я знаю, политические системы мира. Всего мира я изучал самостоятельно. Ну, вот надо построить. Ничего, на земле Царство Небесное не придет приметным образом. Нет. Повеления нигде этого нету, чтобы построить. Даже в помине нет. Поэтому живи здесь, внутри тебя есть. Радость, мир там во святом духе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова